Мы уже выходим, и тут просто везде дым, дышать просто нечем. Я бежал по лестнице. Кирилл Чекмарёв, первокурсник из Кайбетского района, повторял лекции, когда заметил дым в комнате. Это было, во-первых, всё неожиданно. Мы сначала подумали, что просто лампа перегорела. Единственное, что я схватила, это ноутбук, потому что он был под боком. Наталья Лапина не узнаёт свою комнату. Сегодня их пустили сюда забрать личные вещи. Ещё ночью всех оперативно разместили в соседних корпусах. В соседнее общежитие я переселилась пока что. Будем дальше думать. На третьем этаже 48 комнат. Полностью сгорела одна, пять пострадали. Вот эта комната, где произошёл пожар. Её площадь 18 квадратных метров. Здесь всё в копоте, чувствуется запах гари. Можно увидеть элементы битой посуды, элементы одежды. Здесь жили три девочки. К счастью, во время происшествий их не было в комнате. Оперативно сработали все экстренные службы. Ближайшая пожарная часть находится в полутора километрах. Поэтому первые подразделения прибыли к месту ЧП за считанные минуты. Сегодня спасатели назвали предварительную причину случившегося. По предварительным оценкам дознавателей Государственного пожарного надзора к возгоранию в комнате общежития Казанского федерального университета мог провести аварийный режим работы электросети. Предполагаемые причины пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит все обстоятельства произошедшего. В третьем корпусе общежития КФУ проживали 363 студента. Для тех, чьи комнаты пострадали, оперативно подготовили 135 койко-мест в первом и втором корпусах, а также в общежитии на Гвардейской. Переселили 49 человек. Остальные решили остаться или переехали к родственникам. Большого какого-либо такого ущерба нет. Вот если говорить о квадратуре, то 27 квадратных метров примерно – это площадь пожара. Если говорить конкретно о комнатах, то пострадала одна комната, так называемая Погорель. Та комната, где студенты были Погорельцами. В комнате никого не было. Естественно, в комнате сейчас будет наводиться порядок. Комната сама пострадала. И решением ректора, всем трем ребятам, которые жили в этой комнате, будет выдана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. По словам проректора, здание построено в 1962 году. Оно вошло в программу капремонта объектов вуза. Работы должны были начать в ноябре. Об этом студенты были проинформированы в начале учебного года и уже готовились к переселению в другие корпуса. Алиеха Ирудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.